Здравствуй, зритель. Сонная муха в китайском квартале. Я не удержала и заварила чай без твоего ведома, зритель. Так что не обессудь. Ну, в смысле, я его собиралась потом продегустировать. Ну, я его, конечно, продегустирую, но сейчас не могла не удержаться, не взять телефоны и не зазреть. Не обозреть. В общем, китайский чёрный чай. День хун. Вот такой вот настой. Вот она сама пачка. И, может быть, этот ролик ещё даже не смонтировался, потому что я не помню, где я его конкретно обозревала, частично, как и насыпаю. Как бы тут встать-то? Ну, я точно помню, что я монтировала уже и выкладывала ролик, где я обозреваю, как купила этот чай. Китайский чай, выращенный в Китае, запакованный кентай и импортер Россия. И, в общем, у меня была, наверное, ну, цеплять не очень удобно было. Ложечкой-то у меня, в общем, просто практически сверху было наложено этого всего чая до варки сухой. В общем, возможно, у меня что-то приближе, ну, не знаю. А может, просто так мне кажется. Вот эта вот ложечка полная в этом чайнике. Мне кажется, он всё-таки средне-листовой. Хотя я пока не поняла, хоть там написано, что крупно-листовой. Ну, просто тот крупно-листовой, который мне обычно попадается, он такой вообще как лапоть. Подруга у меня любит какой-то индейский крупно-листовой чай. Вот он, ну, вообще, как там, не знаю, с две руки, наверное, листик сушились, свернули, и вот он крупно-листовой. Здесь пока понять невозможно. Мне кажется, что я этого... Мне всё-таки кажется, что это средне-листовой. В общем, много положила этой заварки, потому что, ну, как-то вот она... А может быть, это действительно был крупно-листовой, просто очень хорошей скрутки, идеальной такой. Потому что, в общем, он как-то распустился. Этот, наверное, всё-таки это крупно-листовой, хорошей скрутки. Распустился из-за него полчайника. И вот он. Такая вот по цвету заварочка. Мне очень нравится такая хорошая заварочка. Чёрного чая в Китае, называемого красным. Красный день хунь. И я вот тут... Вообще, на самом деле, у меня там ролик пустых баночек монтируется. О чём уже на канале сказано... Не скриншотиком, а фотиком. С фоткой с этого телефона. Выпостилась. Но вот этот ролик-то может загрузиться и раньше. Сейчас мы его разбавим горяченькой водичкой. Так странно через телефон смотреть, как я это делаю в реале. И даже разбавленная горяченькая водичка, этот заварочка. Очень хорошенький такой, отличненький чёрненький чайчик. По цвету, по крайней мере. Так что, люди, если у вас есть магнит... Он там по 109 сейчас стоит, так и есть. Ну, 109,90, грубо говоря, 110 рублей за 100 грамм. Бегите в свой магнит, и пока он там есть, покупайте этот чай. Ну, я не думаю, что он как-то вот сейчас вот быстро разкупится. Потому что, во-первых, это новый чай. Вряд ли какая-нибудь человека по типу Лёли тоже его обозревала. Ну, если обозревала, то очень даже хорошо. И вот рекламляю вам этот чай. Хороший, китайский, сделанный в Китае. Не где-то там под Москве, или, хрен знает, где расфасованный китайский чай. Именно китайский в Китае из Китая. Ну, и всем пока!